Возможно мало кто знает, что лазер это аббревиатура, а точнее акроним от английского Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что в переводе дословно означает усиление света посредством вынужденного излучения. Или УСпВИ! Всем привет! Сегодня по просьбам страждущих, я обозрю для вас очередной шедевр китайских ремесленников. Лазерную указку, которую для личного пользования я и приобрёл относительно недавно. Распаковку её вы не видели по одной простой причине. По той же, по которой я сегодня отсутствую в кадре. Да, именно так. Я ленивая жопа. Но если вам вдруг интересно говорить об упаковке комплектации данной лазерной указки, то она довольно аскетична. Тупо пакет, тупо указка, без батареек ничего интересного. Питается, кстати, эта штука от двух полупальчиковых ААА батареек и жрет их будто не в себя. Строение самой конструкции не менее аскетично. Один отсек для батареек, одна кнопка, одна дырка для выхода света. Также отдельно стоит отметить невероятно приятную на ощупь поверхность указки, выполненную из бархатистой шкуры свежеубитой китайской пластмассы. По конструкции претензий нет. По указке в целом претензий тоже нет. Кому нужно, берите. Кто просто интересуется покупкой дешевой лазерной указки, берите. Дальше будет болтовня о лазерах с шутками и прибаутками, и если кого-то вдруг тошнит от подобных разговоров, то выключайте сразу. Ну а мы с вами продолжим. Технические характеристики указки следующие. Выходная мощность 5 милливатт. Длина волны лазера 532 плюс-минус 10 нанометров. Также продавец предлагает на выбор три различных цвета для вашего лазера. Зеленый для джедаев, красный для ситхов и фиолетовый, если вы мастер-хранитель, джедай мейс винду. Но истинные звездного инофилы-то знают, что цвет самого меча определяется самим джедаем с помощью его силы. Но дело сейчас не в том. Мощность у указки, как я уже и говорил, 5 милливатт. И это не прям так дофига, чтобы прям спички зажигались, но оно вам и не нужно. Тем более, что цена говорит сама за себя. Тем не менее, пристально смотреть в дырку излучателя я никому не советую. Иначе есть риск немного прожечь себе очень дорогую и дефицитную на черном рынке сетчатку и получить в подарок от офтальмолога стеклянный глаз. Так вот, сначала я хотел вам рассказать про устройство лазера, про диоды, про частоту излучения, про историю лазера, про то, что изготовление лазера, работающего в зеленом спектре, немного сложнее, чем красного, про то, как правильно выбрать лазер, но потом понял, что тогда история затянется на долгие часы. Тем более, что я и сам всех этих тонкостей не понимаю, хоть ничего сложного в работе конкретно данной лазерной указки нет. Да и вообще, канал мой ведь не о популярной механике, а о покупках в интернете. И основная моя цель, это рассказать о том или ином товаре, стоит или не стоит его покупать. И вот, что я скажу. Если конкретно вы задумались о покупке конкретной лазерной указки, то вы чётко должны понимать, зачем и для чего вы её покупаете. Лично мне было тупо интересно, что это такое, и просто были лишние 4 доллара. Конечно, свою цену указка полностью оправдывает, светит хорошо, далеко, ярко и даже в первый день приносит какое-то удовольствие. Например, поиграть с котом, посвятить в окно вредным соседям, ослепить жену, разозлить её, получить подзатыльник. Но что же делать дальше? Ну, выйдешь ты на улицу, ну, посветишь по окнам, в небо там, собьёшь пару самолётов, ослепив пилотов. А дальше-то что? В первый день я, словно чумачичи, светил во всё, что попадалось под руку. Но буквально уже через 2-3 часа полностью потерял интерес к этой указке. И с одной стороны, это плохо. Продукт-то, по сути, бесполезно, если вы, конечно, не показываете презентации залу на больших стенах, где вам нужно отмечать некоторые моменты. Но с другой стороны, то, что к указке довольно быстро пропадает интерес, даже хорошо. Потому что есть лазеры и подороже, и помощнее, но и надоедают не менее быстро. И почему хорошо, спросите вы? А потому что если бы я потратил на лазер долларов 50, например, а это, замечу, не предел стоимости лазеров, то я бы жалел намного больше. Того, что я купил, вполне достаточно для того, чтобы разок побаловаться, не потратить много денег и быть вполне довольным собой и своей покупкой. Вот хоть убейте, а я не вижу применения лазерным указком в быту. Если вы знаете, что можно сделать при помощи этой указки, то, пожалуйста, напишите это в комментариях. Правда, интересно? И да, если вы всё-таки захотели себе лазерную указку и не хотите ей что-то выжигать и устраивать судный день насекомым, то берите китайскую, самую дешёвую. Всех их всё равно делают в Китае. И поэтому разница между указкой за 3 доллара и за 15-20 будет незначительная. Или её не будет вообще. Также, если вам где-то говорят, что наши указки лучше, то знайте, что лазерные диоды, которые используются в данных указках, изготавливаются на одном и том же заводе. И все производители лазерных указок в Китае, а ими торгуют очень много компаний, покупают для своих изделий эти диоды у одного производителя. А форма и материалы корпуса, в принципе, не имеют особого значения в данных устройствах. Поэтому указка из моего обзора ничем не лучше и ничем не хуже, чем в других магазинах. На этом всё. Подписывайтесь, вступайте, бла-бла-бла-бла-бла. Второй канал. Пока!